Добрый день. Вас приветствует компания Кодерлайн. Мы начинаем наш вебинар. Тема сегодняшнего вебинара – формирование проводок по данным оперативного учета в 1С ERP World Edition. Вебинар проведу я, Бычкова Елена, консультант-аналитик 1С, аттестованный специалист по учету МСФО в 1С. Я имею диплом ЕПИФОР, также имею опыт внедрения системы 1С ERP World Edition. Все вопросы по данному вебинару вы можете отправить на почту, которая указана в левом нижнем углу. 1с.собака.кодерлайн.ру В процессе нашего вебинара я познакомлю вас с этапами процесса настройки, формирования проводок, которые включают в себя настройку НСИ. Далее мы рассмотрим связь первичного документа и хозяйственной операции. Далее настройку шаблона проводки для хозяйственной операции. Использование ГФУ, групп финансового учета. И в конце рассмотрим пример в типовой базе по настройке хозяйственной операции поступления основных средств для документа приобретения услуг и прочих активов. Настройки НСИ включают в себя. В блоке НСИ и администрирования нужно поставить галочку «Международный финансовый учет», которая будет означать, что учет ведется по правилам МСФО. В разделе «Формирование проводок» также нужно поставить галочку «Проводки по данным оперативного учета», которая будет означать, что источником данных для проводок являются движения финансовых регистров оперативного контура. В том же разделе создаются планы счетов для ведения учета и указываются основные настройки для них. В нашем примере организация ведет учет, международный учет, на нескольких планов счетов. По плану счетов «Международный-1» учет ведется в валюте управленческого учета доллара, а по плану счетов «Международный-2» учет ведется в валюте регламентированного учета узбекские суммы. Учетная политика и информация о налогах заполняются в том же разделе «Инсы и администрирование» по гиперссылке «Организация». Здесь мы указываем, что учет основных средств и НМА ведется по стандартам международного учета. Также указываем, что амортизация ведется по стандартам международного учета. И указываем основные настройки по учету НДС. Мы закончили рассматривать настройки НСИ и переходим ко второму этапу, где рассмотрим связь первичного документа и хозяйственной операции. Так как источником данных для формирования проводок является оперативный контур, то нужно рассмотреть связь первичного документа и хозяйственной операции. Мы рассмотрим основные шаги процесса настройки, которые далее я покажу и расскажу подробнее. Первый шаг. Каждой хозяйственной операции привязан вид первичного документа. Это предопределено системой. Далее, второй шаг. В каждой хозяйственной операции указывается источник данных в оперативном учете. Также указываются правила обработки данных из этого источника и создается шаблон проводки. Третий шаг. В шаблоне проводки указываются счета дебета и кредита, которые будут отражаться в проводке по умолчанию. Либо, когда нужно использовать счет отличный от счета по умолчанию, нужно будет задать ГФУ. Что такое ГФУ? ГФУ – это группы финансового учета. Они создаются пользователям. Далее, пятый шаг. Рассмотрим, как ГФУ заполняется в первичном документе. И шестой шаг. В документе сформируется проводка. Рассмотрим эти шаги более детально. Первый шаг. В каждой хозяйственной операции привязан вид первичного документа. Как я уже говорила, это предопределено системой и не изменяется. В настройке хозяйственной операции на вкладке «Связанные документы» указан перечень данных видов документа. Как мы видим в нашем примере, для хозяйственной операции поступления основных средств, связанным документом является документ приобретении услуг и прочих активов. Второй шаг. Источником данных для формирования проводки является оперативный контур. Что это значит? То есть мы создаем документ. При проведении этого документа система создает движение в регистрах оперативного контура. И на основании этого движения формируются проводки. Регистр оперконтура, на основании которого формируется проводка, указан в настройке хозяйственной операции на вкладке «Отражение в учете». В нашем примере источником данных является регистр движения контрагент дохода-расходы. Мы видим движение документа приобретения услуг и прочих активов. Вот находим регистр движения контрагент дохода и расходы, который и является источником данных для формирования проводки. Полученные данные обрабатываются по правилу, которое мы устанавливаем в шаблоне проводки для данной хозяйственной операции. Получается, что хозяйственная операция осуществляет связь источника и правила обработки данных из этого источника. Третий шаг. Для настройки отражения проводок по данным оперативного учета используется обработка, настройка шаблонов проводок. Слева в табличной части перечислены хозяйственные операции по разделам учета. Они являются предопределенными. А справа для выбранной хозяйственной операции пользователям создается и настраивается шаблон в проводке, в котором указываются счета дебета и кредита для данной хозяйственной операции. Каждая хозяйственная операция отражается по дебету и кредиту соответствующих счетов. При создании шаблона проводки для хозяйственной операции на закладке «Настройка счетов» указываются счета дебета и кредита, которые будут отражаться в проводке по умолчанию. Либо через настройку «Уточнение счета» указывается соответствие ГФУ счета-учета, в случае, когда нужно использовать счет отличный от счета по умолчанию. Что такое группа финансового учета? Это справочник, который предназначен для классификации объектов по правилам отражения в учете. Он заводится пользователям. Справочники находятся в разделе «Международный финансовый учет». Существует пять групп финансового учета. Это группа финансового учета денежных средств, группа финансового учета расчетов, группа финансового учета доходов-расходов, группа финансового учета номенклатуры и группа финансового учета внеоборотных активов. ГФУ внеоборотных активов находится в отдельном месте в блоке «Внеоборотные активы». Для настройки шаблона проводок каждому счету на плане счетов должен соответствовать ГФУ. Также один ГФУ может соответствовать нескольким счетам. Мы выбираем ГФУ в документе и подтягивается нужный счет в проводку. То есть проводки в документе формируются от того, какой ГФУ выбран и какой счет ему соответствует в настройке шаблона проводки. Если ГФУ не будет проставлена в документах, будет формироваться проводка со счетами, которые указаны в шаблоне проводки по умолчанию. Здесь мы видим элемент справочника групп финансового учета. И видим, что простая настройка задается только на именование группы финансового учета при создании этого элемента. Пятый шаг. ГФУ должен быть проставлен в следующих документах системы. В статьях доходов и расходов на этапе настройки системы. Вот мы видим, где. Я потом покажу подробнее, где это находится. И также ГФУ должен быть проставлен в каждом документе оперконтура при создании и работе с документами. А именно в карточке номенклатуры, в карточке основного средства, в расчетном счете, в договоре, в документе поступления товаров и услуг, в документе реализации товаров и услуг. Вот примеры заполнения ГФУ в договоре и в документе приобретения услуг и прочих активов. И шестой шаг. В документе сформируются проводки. При настройке шаблона проводки на закладке «Настройка счетов» также необходимо указать источник подразделения дебета и источник подразделения кредита. «Настройка счета» указывается на основании заполненных данных оперативного регистра, источник балансовой суммы, обязательное поле для заполнения. То есть мы указываем в системе, какую сумму брать из регистра для проводки. И источник количества дебета и источник количества кредита. Если счет дебета или кредита является количественным, то следует заполнить это поле значением количества. Далее мы рассмотрим пример. Рассмотрим документ приобретения услуг и прочих активов, операцию по приобретению основного средства. Сейчас я перейду в демо-базу. Так, скорее всего, я сейчас... Так, подскажите, пожалуйста, видно демо-версию или у вас еще стоит вебинар, демонстрация вебинара. Можете в чате написать. Презентация, да, хорошо, спасибо. Значит, я сейчас... Так, теперь подскажите, пожалуйста, можете написать, видно ли демо-базу. Спасибо, вижу, что видно. Так, давайте рассмотрим документ приобретения услуг и прочих активов, операцию по приобретению основного средства. В настройке, вот мы видим на экране настройку шаблона проводок, обработку, да, настройка шаблонов проводок, где я выбрала план счетов международный один, настройка основная применяется. В настройке шаблона проводок, то есть для каждого плана счетов нам нужно выполнять, если у нас несколько планов счетов, то для каждого плана счетов нужно выполнять идентичные настройки, ну, либо различные, если у нас они будут различные. То есть я могу показать, да, что у меня есть настройка и для одного, и для второго плана счетов. Мы будем рассматривать план счетов международный один, так как у меня идентичные настройки для обоих планов счетов. Мы найдем хозяйственную операцию поступления основных средств и провалимся в настройке этой операции. Вот мы видим настройки, которые я уже ранее показывала в презентации. А мы видим, что источником данных для хозяйственной операции поступления основных средств является регистр оперконтура движения контрагент дохода и расходы, связанные документы, документ приобретения услуг и прочих активов. Далее по кнопке «Создать» создается шаблон проводки. У меня он уже создан. Я вам покажу, да, уже созданный шаблон проводки и покажу, что здесь нужно заполнить. Создается шаблон проводки с произвольным наименованием. Я назвала шаблон проводки «Приобретение у поставщика основных средств». Здесь мы должны указать счета дебета и кредита, которые будут становиться в проводку по умолчанию. Но я хочу использовать в проводке счет отличный от счета по умолчанию. Поэтому также хочу настроить, указать соответствие ГФУ счета-учета. Поэтому мне нужно настроить также уточнение счета для дебета и уточнение счета для кредита. Выбираем источник «Уточнение счета». Для дебета это будет группа финансового учета доходов и расходов, а для кредита – группа финансового учета расчетов. Почему именно эти ГФУ? Потому что мы возвращаемся к стандартному бухгалтерскому учету и понимаем, что в данной операции поступления основных средств мы регистрируем свои расходы. Поэтому стандартная бухгалтерская проводка здесь по дебету будет счет расхода, по кредиту будет счет расчета с поставщиками. Поэтому ГФУ мы выбираем также. ГФУ доходов-расходов, ГФУ расчетов. На выбор есть как раз система и предлагает ГФУ доходов-расходов, ГФУ расчетов. Мы выбираем нужный нам ГФУ по дебету и по кредиту. А далее проваливаемся в источник уточнения счета дебета. Видим, что слева перечислены элементы справочника ГФУ учета доходов-расходов. Вот эти все элементы созданы пользователем. Справа нужно указать уточняющий счет, то есть счет, соответствующий каждому ГФУ. Я сейчас отберу ГФУ только с настроенным счетом-учетом и увижу, что у меня настроен только одно соответствие. Для ГФУ приобретения основного средства у меня указан счет 0,820. Я буду говорить последние четыре цифры, чтобы было удобнее. 0,820. Да, счет приобретения объектов основных средств. То есть это счет при выборе мы проваливаемся в план счетов. Да, и можем выбрать любой счет. Мы указали соответствие ГФУ счета учета для дебета. Далее то же самое нам нужно сделать для кредита. Мы проваливаемся в настройку уточнения счета. Видим, что слева у нас элементы справочника групп финансового учета-расчетов. Тоже созданное большое количество элементов. Я выбираю только с настроенным счетом-учета. И вижу, что для группы финансового учета обязательства по основным средствам в локальной валюте у меня задан уточняющий счет 60-10. Расчеты с поставщиками-подрядчиками. То есть по кредиту у меня должен подтянуться вот этот счет в проводку. Закрываем. Рассмотрим далее настройку шаблона проводки. Для окончательной настройки нам нужно указать источник подразделения дебета и источник подразделения кредита, если подразделение является обязательной аналитикой. Не всегда подразделения используются. Я выбрала хозяйственную операцию, так как в источнике оперконтура мы увидим в регистре, а подразделение проставлено в хозяйственной операции. Далее. Обязательное поле для заполнения. Источник балансовой суммы. На выбор. Мы можем выбрать сумму без НДС и сумму НДС. Мы регистрируем данную хозяйственную операцию. Нам нужна сумма без НДС. Мы ее и выбираем. Но еще могу сказать про вкладку «Дополнительный отбор». В нашем примере я ее не использую. Вообще эта вкладка нужна для того, чтобы с помощью настройки отбора указать, при каких условиях у нас будет формироваться данная проводка, данный шаблон проводки будет работать в документе, либо не будет. Допустим, мы можем сделать отбор. Вот я смотрю отборы, которые я могу поставить. Например, для подразделения механиков данная будет проводка формироваться, а для подразделения бухгалтерии не будет. То есть с помощью вот этого отбора я могу указать, что системе, нужно ли формировать эту проводку системе или не нужно. Но сейчас у меня этот отбор мне пока не нужен. Далее. У меня уже создан документ приобретения. Сейчас я пройдем в блок «Внеоборотные активы». Откроем документ приобретения услуг и прочих активов. Рассмотрим, как заполняется этот документ. Мы указываем поставщика, контрагента, заполняем организацию, заполняем поле «Договор». Далее переходим на вкладку «Расходы и прочие активы». В столбце «Содержание» мы указываем текст, пишем текст, который нам нужен. Далее указываем количество, сумму, ставку НТС. Указываем подразделение «Получатель». Обязательно заполняем статью расхода и аналитику. Хочу обратить внимание, что для данного, для приобретения основных средств на данном этапе уже заводится карточка объекта основного средства. Вот мы можем отсюда провалиться. Карточку объекта основного средства. Нажимаем кнопку «Провести» и смотрим движение данного документа по регистрам. Вот мы проваливаемся в движении документа, находим наш регистр, источник данных для формирования проводки. Как мы помним, это регистр движения контрагент «Доходы-расходы». В регистре мы видим, что, если мы идем дальше, мы видим источник ГФУ расчетов и видим, что это наш договор. То есть, в проводку по международному учету, счет по кредиту подтягивается на основании ГФУ расчетов, который указан в договоре. Мы можем либо отсюда провалиться в договор, либо из документа приобретения услуг и прочих активов. Мы проваливаемся в договор и смотрим. На вкладке «Учетная информация» мы видим группу финансового учета расчетов. И мы видим, что здесь указана та же группа, которая указана в настройке шаблона проводки. Группа обязательств по основным средствам в локальной валюте. Ранее мы для данного ГФУ, для данного шаблона проводки, указали как раз, для данного ГФУ счет 60-10, который сейчас указан в договоре. Далее в регистре, далее смотрим на этот регистр дальше, нам нужно счет по дебету подтянуть. Мы должны посмотреть, откуда подтягивается счет дебета. Счет по дебету в проводку подтягивается на основании статьи. На основании статьи, простите, на основании ГФУ, указанного в статье расхода. В общем, от настройки статьи в документах данного вида зависит отражение операции в учете. При приобретении основного средства, вот я могу опять же провалиться либо отсюда в статью, либо из документа в настройку данной статьи. При приобретении основного средства нужно создать статью с настройкой. Тип расходов указать формирование стоимости внеоборотных активов. А расходы в регламентированном учете отнести на внеоборотные активы и задать группу финансового учета. Группа финансового учета у нас здесь приобретение основного средства. Для данной группы финансового учета в настройке шаблона проводки мы указали ранее счет соответствия. Можем проверить, да? Вот для данной данного ГФУ по дебету мы указали счет 0,820, который должен подтянуться в проводку по дебету. Все, мы посмотрели настройки, мы посмотрели движение документа. Мы нажимаем на кнопку «Провести» и нажимаем на «ДРКР». Нажимаем кнопочку «Отразить в международном учете» и видим, что у нас сформировались проводки. Мы настраивали шаблон проводки для хозяйственной операции. Вот настраивали шаблон проводки приобретения у поставщика основных средств. Соответственно, вот у нас подтянулись по дебету счет 0,820. По кредиту подтянулся счет 60,10. Прямо отсюда мы можем провалиться в нашу настройку шаблона проводки. Давайте посмотрим сумма без НДС. У нас сумма в проводку подтянулась. Посмотрим в локальной валюте 70 миллионов. Нам нужна была сумма без НДС. Мы можем посмотреть, откуда она подтянулась в этом регистре. В этом регистре, вот она у нас указана сумма без НДС, поэтому она туда подтянулась. Соответственно, ну, хотела бы добавить, да, что если в проводку не подтягивается какая-либо информация или какие-то данные, то нужно идти в регистр, источник данных, да, и смотреть, а есть ли данная информация в регистре. Например, у нас есть вот здесь реквизит, да, поле направления деятельности. Оно пустое, как мы видим, да, оно не заполненное. Вот почему оно не заполнено, да, иногда. Вот нам нужно. Но мы идем в регистр и смотрим, а где здесь поле направления деятельности. Вот направление деятельности, да, оно у нас пустое. Соответственно, и в проводке у нас тоже, а вот направление деятельности контрагента. Соответственно, в проводке у нас тоже пусто. Ну, в принципе, это все, что я хотела вам рассказать и показать по теме формирования проводок по данным оперативного учета в 1С ERP World Edition. Благодарю за внимание. Надеюсь, вебинар был вам полезен. Если есть вопросы, можете их написать в чате. И если появятся вопросы, то можете их написать на почту Кодерлайн. Я смотрю, пока вопросов нет. Если они появятся, пишите. Спасибо за внимание еще раз. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok